доброго здоровьица подписчики моего канала слушатели и глядачи которые заходят на канал настало время очередного такого добротного видео основанного на том что я вижу в интернете вот совсем недавно буквально таки вчера я решил посмотреть одного успешного блогера и не только его и вот там как раз говорилось о том что там можно очищать в организме что там нельзя что чистится что не чистится ну и меня меня значит смотрите вообще-то в интернете поражают две вещи есть очень знающие специалисты люди действительно знающие которых следует послушать но их слушают вот чуть-чуть чуть 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 потому что их не бумаги такие вот нужные рассуждения почему-то не интересны большинству людей и вторая часть это люди которые что-то слышали что-то где-то там знают так найти и вот они все это излагают там в такой простоте что народ подкупаясь этой простотой он он их заслушивается насколько действенны их не советы трудно сказать но одно дело там какой-нибудь знаете такой простенький советик там гнать паразитов а вроде можно там вывернуть кучу различных рецептов хотя есть люди современные медики которые эту современное лекарство сделаны из тех же полыни и других противопаразитовных трав с такой большой концентрации они там еще лучше действует чтобы их погнать надо это вот я хочу сделать кое-какое такое заявление разъяснение с учетом своего собственного опыта что я сам видел что со мной происходило а именно про очищение организма и можно так сказать что в организме можно чистить и с помощью чего это очищается и может может ли это быть очищаться вообще или нет ну давайте возьмем желудочно-кишечный тракт вначале желудочно-кишечный то есть такое мнение что тонкий кишечник не очищается и вы знаете что я хочу сказать что касается вообще желудочно-кишечного тракта от ротовой полости до ануса есть такое понятие физиологии как обновление организма организм регулярно обновляет свои ткани собственные и уже примерно ученые выяснили с какой скоростью идет обновление организма совершается довольно таки быстро но есть но и так начнем желудочно-кишечный тракт желудочно-кишечный тракт так как он подвергается агрессивному воздействию своих собственных же пищеварительных соков ферментов он обновляется так называемое слущего не идет быстрее всего быстрее всего ротовая полость слюна и прочее 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 там до пища все это там значит небольшие там ранки они зарастают очень и очень быстро слизистая рта обновляется очень быстро ну буквально таки я думаю в течение где-то чуть ли не полностью обновиться и сразу же скажем а чем естественно слизистую рта можно очищать то просто-напросто можно ее очищать полоская рот раствором соли где-то примерно концентрация такая чтобы она была чуть поменьше чем морская вода вот такая вот морская вода как в черном море будет отлично очищать ротовую полость пополоскали выплюнули и вся недолго есть другая процедура это сосание растительного масла но тут уже задействуются несколько иные механизмы то есть если мы полощем полость рта с солевым раствором мы именно очищаем вот ротовую полость слизистую если же мы используем масло то мы через слюны и железы начинаем очищать кровяное русло то есть это разные вещи поэтому чтобы вы не путались далее у нас идет пищевод пищевод тоже обновляется но вот были ожоги пищевода что важно понимать что важно понимать почему он в некоторых случаях не обновляется и так мы с вами представляем буду показывать на руках представляем что пищевод это трубка здесь у нас имеется значит вот слизистая оболочка которая постоянно слушается пища проходит по пищеводу она постоянно слушается и за вот этим вот слоем слизистым слоем находятся другие слои которые как раз и дают рост вот этой слизистой оболочки и она обновляется тогда регулярно хорошо отлично но если же повреждается вот тот под слизистый слой который руководит обновлением то в этом случае например произошел какой-то химический ожог то есть человек там что-то там выпил типа кислоты щелочи мощной и сжег вот эту вот слизистую то естественно обновление тогда не будет это важно понимать слизистая пищевода она естественно очищается сама сама по себе за счет того что постоянно вот мы что-то там латаем вот это вот на слизистая она растет из подслизистого слоя туда внутрь вот сюда нарастет просвет пищевода или будет просвет кишечника вот сюда нам растет естественно она выросла случилось выросла случилось так у нас идет обновление слизистой пищевода далее у нас желудок желудок полый орган желудок также имеет слизистую оболочку под слизистую оболочку мышечный слой и идет опять таки вот он желудок рост клеток идет от стенки сюда внутрь среда там внутри агрессивная соляная кислота все это ведет к тому что слизистая естественно быстро там изнашивается процессе нашего пищеварения поглощение пищи поэтому он обновляет но иногда бывают такие состояния когда вот это вот слизь появляется в чрезмерном количестве и начинает мешать вот самому пищеварительному процессу в данном случае как очищается желудок желудок очищается правильно рвотой то есть любое рвотное средство ну нормально естественно которую мы используем выбрасывает назад вместе с рвотными массами вот эту вот слизь получается облегчение и в результате выработка слизи приходит там в норму и начинает опять желудочек наш работать то есть пищеварение налаживается желудок очищается рвотой рвотой запомнить попутно же со рвотой очищается и легкие и носоглотка то есть сверх от диафрагмы до макушки включительно ну даже не макушке включительно а включительно до горла он очищается рвотой значит желудок далее идет 12 перстная кишка то есть как раз стоит клапан между желудкой и тонким кишечником и там начинается свои там процессы что же происходит вот в тонком кишечнике вот вот тонкий кишечник вот как бы сказать до него мы не добираемся позвольте позвольте добираемся мы и до тонкого кишечника а знаете с помощью чего он очищается тонкий кишечник вообще опять-таки следует сказать вот она смотрите трубка тонкого кишечника идет тонкий кишечник для того чтобы хорошенько все переваривал и всасывал он ему и имеет вот такую вот щеточную кайму для того чтобы поверхность тонкого кишечника была многократно увеличена и как раз на этой поверхности совершаются вот эти вот пищеварительные процессы чтобы площадь была огромная так и получается вот это вот щетка вот это вот кайма она постоянно вырастает опять-таки из вот этого подслизистого слоя она растет сюда в результате тех же пищеварительных процессов своих же собственных пищеварительных ферментов она частично значит слущивается портится переваривается и отпадает а новое аische нарастает как травка из земли растёт мы срезали она опять растет мы срезали она опять растёт вот тоже самое происходит и у нас в тонком кишечнике более того что происходит у нас в тонком кишечнике то есть идет самообновление причем тонком кишечнике самообновления De fucking to them совершается что-то там примерно за представляете как это происходит меняется и как правило там никаких особых шлаков не образуются которые могут быть хотя существует мнение что вот эта щеточная кайма она может забиваться в результате поглощения вот это вот чего то такого липкого типа вот этого белком который забивает но тем не менее да она может забиться но далее она то растет она образ через какое-то время самопроизвольно очистила это важно понимать значит что в 12-перстную кишку вот выбрасывается выбрасывается желчь и вот эта желчь как раз вызывает помимо пищеварения такой особый эффект прослабляющий и тонкий кишечник у нас очищается это прослабляющими средствами то есть средствами которые вызывают понос запомнили вот это как раз прекрасно идет по тонкому кишечнику ну типа желчи вот когда мощный желчегонный эффект у нас возникает такое прослабление что мы не успеваем добежать и до туалета слабительные средства очищают запомнили они очищают тонкий кишечник ясно понятно за счет чего то есть тонкий кишечник он сам по себе быстро очищается ну бывают такие моменты когда вот человек там использовал использовал какие-то там такие пищевые вещества которые забили вот эту щеточную кайму и пищеварение вернее всасывание там нарушается здесь либо надо просто-напросто некоторое время подождать просто подождать пищевое воздержание а если там голод в течение двух-трех дней да еще лучше либо же используем слабительно используем используем все это очищается значит тонкий кишечник очищается слабительным далее у нас пошло 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 толстый кишечник что там в толстом кишечнике по идее там также не должно быть никаких особых шлаков но тем не менее ввиду вялости само самой стенки толстого кишечника в виду естественно неправильное питание в виду эмоциональной нашей такой жизни работа толстого кишечника может парализоваться может парализоваться какой-то там его отдел вот и в результате чего что там происходит накапливается так как там идет формирование каловых масс каловые массы как формируются вот она идет химус это будем говорить будем так говорить бульон идет и этот бульон в толстом кишечнике он обезвоживается жидкость всасывается и формируется стул то есть стул должен иметь определенную там форму консистенцию чтобы нормально удаляться но бывают такие моменты вот как раз что обезводилась прилипла к стенке толстого кишечника и так там что-то и остается причем может оставаться довольно таки долгое время и даже несколько десятков лет и такое бывает потому что когда очищался я в детстве ел семечки кожуруи так вот с меня когда я начал заниматься очищением толстого кишечника выходили вот эти вот каловые камни с вот этим вот с вот этими шкурками от подсолнечных семечек скажу да значит там могут накапливаться шлаки шлаки причем из-за плохой работы толстого кишечника неправильная работа толстого кишечника а она как правило возникает из за нашего образа жизни из-за того что мы сами себя неправильно ведем едим не то едим не так а потом удивляемся почему у нас начинают там различные быть какие-то отклонения недомогания и болезни толстый кишечник очищается вот вот толстый кишечник очищается клизмами клизма это процедура которая промывает толстый кишечник причем процедура непростая для того чтобы качественно промыть толстый кишечник надо и нисходящий отдел и средний отдел и восходящий отдел зацепить это не так то просто сделать но тем не менее если это все грамотно сделать это можно сделать плюс слабительное которое мы принимаем для очищения тонкого кишечника она прекрасно действует и на толстый кишечник вот одна из таких процедур как ослабительно она значит очищает и тонкий кишечник и толстый кишечник но более лучше или так сказать изолированным мы с вами можем очистить толстый кишечник с помощью клизм также толстый кишечник он также как трубка имеющая слизистую он обновляется то есть просто напросто подождать и в некоторых случаях он прекрасно сам по себе обновиться но есть такие моменты есть когда следует там сделать клизму когда следует сделать проминание толстого кишечника для того чтобы вот это вот все лучше отошло то есть них вообще для нормальной работы желудочно-кишечного тракта и особенно толстого кишечника не хватает энергии как только энергии не хватает значит начинается проблему первую очередь это с толстым кишечником а оттуда уже начинается всасывание и пошло 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 по всему организму вот этих тех же шлаков которые имелись толстой кишки и должны были нормальным образом вывестись но так как они не вывелись они всосались и далее уже вступают другие системы выделения существует теперь одна специальная процедура и я ее неоднократно дел который называется шанг прокшалана она в переводе означает жест раковины то есть вот вы видели раковину и вот как в эту раковину заливается вода так она проходя по и всем этим извилинам этой раковины выливается как это делается на практике на практике это делается так берется примерно литра 4 воды растворяется такое количество соли чтобы она напоминала собой морскую воду но не так не ту воду которая в черном море а то которая в средиземном море средиземном море более концентрированный солевой раствор и вот этот солевой раствор когда вы пьете он начинает действовать как солевое слабительное проходя через желудочек то есть если через рот через пищевод через желудок с помощью определенных упражнений это все более-менее нормально делается здесь важная тренировка и регулярность и все пойдет через желудок открывается клапан 12 перстной кишки пошел по тонкому кишечнику по тонкому кишечнику проводится тоже с помощью определенных упражнений далее открывается клапан толстого кишечника и пошло 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 и потихонечку как она пойдет этот поток становится все больше и больше и напоминает собой такое хорошее прослабление что здесь происходит солевой раствор полости желудка тонкого кишечника толстого кишечника начинает засасывать воду из окружающих тканей а что это за ткани это в первую очередь это слизистая того же желудка слизистая тонкого кишечника и слизистая толстого кишечника то есть вот это все как бы отдирается внутрь идет если с помощью клизма на там знаете так промыла что-то там отквасила что-то не отквасила вот и вывела поэтому надо цикл клизм делать для того чтобы все это ушло то здесь вот происходит что вода насасывается сюда и вот этой вот ворсинки в тонком кишечнике они воду выбрасывал так вот знаете от стенки в полость тонкого кишечника они очищают после этой процедуры сразу же улучшается пищеварение и многие многие другие процедуры то есть идет очищение всего желудочно-кишечного тракта с помощью шанг прокшаланы от рта до самого ануса плюс еще там в ряд очень интересных вещей и наконец-таки наконец-таки раз мы с вами знаем что существует самообновление слизистых оболочек и примерно мы знаем что это все происходит но за три дня где-то они меняются слизистой оболочки нашей пищеварительной системы рта пищевода желудка тонкого кишечника толстого кишечника мы можем этим воспользоваться дав нашей пищеварительной системе отдых в течение 3-7 суток за это время как раз слизистые прекрасно обновятся сами по себе и произойдет очищение естественно очищение организма на голоде это я вам рассказал только про очищение пищеварительной системы чтобы вы не путались что там надо очищать что там забилось что ли еще внимательно выслушайте вот это вот все что я вам рассказал дополнительно можете зайти мои книги почитать а свои книги я написал с физиологии которые писали умные дяди плюс вы можете самостоятельно почитать физиологию пищеварения там того же павлова того же быкова академика и других знающих людей уголева чтобы иметь свое собственное мнение как это происходит а не говорит о том что допустим а вот тонкий кишечник у нас не очищается вот как-то там что-то там такое у нас все очищается самопроизвольно если все работает нормально поэтому туда не надо лезть что что-либо очищать а вот другое дело если это все ненормально работает тогда можно это очистить а потом с помощью образа жизни добиться чтобы все это работало нормально но об этом сейчас будет другое видео у нас сегодня в меню капустное блюдо оладушки из капусты почему я выбрал капусту я очень люблю капусту а люди потребляющие в течение дня свежий салат из капусты или похлебку с вкусными хрустящими кусочками капусты отличается здоровьем и долголетием опять-таки добавим сюда немножечко меда для того чтобы смягчить кислое действие вкуса когда вы проращиваете много пшеницы надо бывает так что она здесь начинает уже корнями сплетаться поэтому чтобы это не происходило вы ее периодически перемешивайте а именно пересыпаете оп надо точно и прямо и прямо в глаз вот но работает великолепно слушай что мы с яйцом делаем сколько мы не переживай сейчас мы скушаем салатика и все восстановится семя особенно ценится иногда добра просто столовыми ложками кунжуте кстати геннадий петрович я хотела спросить а я вот не люблю как раз таки картошку и правильно ли я это делаю потому что моя мама упорно каждый раз кладет в этот суп картошку я знаете так втихаря из тарелки и выкладываю да дело в том что картофель по себе конечно хороший продукт но он сохраняет свои полезные свойства сентябрь октябрь ноябрь вот декабрь он еще полезен в январе а дальше он начинает вытачивать свои полезные свойства и где-то в марте тем более в апреле он уже старится и там вырабатывается один из таких ядов который называется саланин поэтому этот картофель уже не совсем полезен для нашего здоровья и его лучше всего уже в марте в апреле не кушать поэтому ты правильно делаешь что не добавляешь свой щавелевый суп картофель он и так будет нормально без него главное чтобы мы слишком сильно щавель не разваливали не поверите но такой вкус поля я в детстве просто всю всю жизнь провела на даче и знаете бегала по полю всегда собирала пшеницу которая еще растет только мы ее раскрывали в детстве кушали вот эти зерна и поэтому у меня такой вкус детства это блюдо у нас называется вот эти сырое мясо очень интересный вкус главное что это все легкое легкое потому что здесь действительно зеленью не чувствуется ничего нет чувствуется что мясо от михаила муромова используйте свои практики и это блюдо целебной кулинарии до новых встреч все программы на тв рассказывают о вкусной и бесполезной а то и вредной для здоровья кулинарии только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни пишите нам присылайте свои рецепты рассказывайте о том как они вам помогли исцелиться и помните заповедь древних врачевателей пусть лекарством будет пища а пища лекарством с вами была целебная кулинария до новых встреч пища лекарства а 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 Продолжение следует...